слава тебе господи слава тебе продолжаем читать с вами библию книгу исход сегодня читаем тридцать пятую главу и собрал моисей все общество сынов израилевых и сказала вот что заповедал господь 6 дней делайте дела а день 7 должен быть у вас святым суббота покоя господу всякие кто будет делать в нее дело предан будет смерти не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы я господь и сказал моисей всему обществу сынов израилевых вот что заповедовал господь сделайте от себя приношение господу каждый по усердию пусть принесет приношение господу золото серебро медь шерсть голубого пурпурового и червленого цвета и весон крученый и козью шерсть кожа бараньи красные и кожа синие и дерево сети и елей для светильника и ароматы для или и помазание и для благовольных курений камень оникс и камни вставные для ефода и наперстника и всякий из вас мудрый сердце пусть придет и сделать все что повелел господь скинью и по кровью и верхнюю покрышку и крючки и брусье и 6 и и стал бы ее и подножию ковчег и 6 его крышку и завесу для преграды и завесы двора и стал бы его и и камни смарагдовые и фимиам и или и помазание стол и 6 его и все принадлежности его и хлебы предложения и светильник для освещения со всеми принадлежностями его и лампады его и или и для освещения и жертвенник для курения и 6 его или помазание и благовольные курение и завесу к входу скинии жертвенник всесожжение и решетку медную для него и 6 его и все принадлежности его умывальники подножие его завесы двора столбы его и подножие их не завесу входа во двор о лески не и коли двора и веревки их одежды служебное для служения во святилище и священной одежды аэрону священнику и одежды сынам его для священодействия пошло все общество сынов израилевых от моисея и приходили все которых влекло к тому сердце и все которых располагал дух и приносили приношение господу для устроения скини собранием и для всех потребностей и и для всех священных одежд и приходили мужья с женами и все по расположению сердце приносили кольца серьги перстни и принесли всякие золотые вещи каждый кто только хотел приносить золото господу и каждую кого была шерсть голубого пурпурово червленого цвета весон и козья шерсть и кожи бараньи красные кожи синие приносил их и каждый кто жертвовал серебро или медь приносился в дар господу и каждую кого было дерево сетим приносился на всякую потребность для скиний и все женщины мудрые сердцем пряли своими руками приносили пряжу голубого пурпурового червленого цвета и весон и все женщины которых лекло сердце умевшие прясть при аликозью шерсть князья же приносили камень оникс и камни вставные для входа и наперстника также и благовония или для светильника для составления являет или помазание для благовонных курений и для и все мужья и жены и сынов израилевых которых лекло сердце принести на всякое дело какой господь через моисея повелел сделать приносили добровольный дар господу сказал мы сесть нам израилевым смотрите господь назначил именно веселье его сына урии сына ора из колена иудина исполнила его духом божьим мудростью разумением ведениями всяким искусством составлять искусной ткани работать из золота серебра и меди и резать камни для вставления и резать дерево и делать всякую художественную работу и способность учить других вложил сердце его его и голиава сына ахисомахова из колена данного он исполнит сердце их мудростью чтобы делать всякую работу для святилища резчика искусного ткача и вышивателя по голубой пурпуровой червленой весной ткани и ткачей делающих всякую работу и составляющих искусные ткани в этой главе мы узнаем как моисей призвал все сообщество израилева и передал им слова господа что заповедовал господь шесть дней делать дела а седьмой должны не отдыхать не нарушать субботу вплоть до смерти будет караться нарушение субботы и еще сказал чтобы каждый принес по добровольно по зову сердца для господа жертву приношение кто что может для скини для священных одежд нужны и золото и серебро и кожа и для светильников елей и ароматы для курения и дерево сетим все нужно и поэтому кто может что принести он сказал что это повеление господа что это жертва будет господу и поэтому люди переносили добровольно кто золото кто камни драгоценные кто материалы разные женщины умеющий прясть шерсть приносили кожу приносили баранью окрашенную приносили свои украшения и золото и серебро и медь приносили и дерево все приносили все что необходимо и мужья и жены и князья все приносили для господа чтобы построить скинию и сказал моисей что господь выбрал искусной работы именно веселило который исполнился духом божией и мудростью он может владеть искусством и сможет построить скинию и все одежды для священников и все что нужно для скинии для жертвенника для ковчега все он сможет сделать помощник у него будет а галиаф потому что нужно много работы сделать и резать дерево и камни искусные ткач здесь нужен и всему этому они от бога будут наделены и поэтому всю эту работу и все эти материалы доверяют веселье его его помощнику потому что так повелел господь вот здесь сказано что люди добровольно приносит таким мы должны господь сказал не приходите ко мне с пустыми руками конечно здесь сердце нужно но и руки сказано руки значит руках мы должны от своих трудов от того что мы имеем приносить господу чтобы осветить все что мы имеем потому что все что у нас есть это бог нам дает господь посылает и поэтому мы не должны об этом забывать и небольшую жертву хоть свечу поставить хоть что-то приносите приношение какое-то на канон пожертвование на храм потому что необходимо постоянно как вот здесь стоили скинию так и каждом храме есть конечно же светильники масло нужно постоянно подливать очень много разных работ и нужд у храма тоже у церкви самое главное мы должны добровольно приносить и приносить это богу даже не храм какому-то священнику или служителю храма а понимать что мы приносим для бога и поэтому не надо потом мысли разные в себе затаивать что куда это пошло или что вот я принес а куда-то там забирают с канона мы приносим богу мы свое дело делаем ради бога приносим и господь это видит и вот что мы при от чистого сердца мы принесем или нет потому что как жертва каина была которую господь не принял и от этого только хуже он сделал своему сердцу он принес жертва приношение в то же время стал только злее от этого поэтому мы должны конечно приносить богу свои жертвы приносить чистым сердцем добровольно с радостью что все что мы можем самое главное конечно свое чистое сердце чтобы не было там зла и все что нас нам мешает прийти господу не должны отсекать спаси господи